Как избежать наводнения в столице после сильного дождя, если ливневки забиты грязью? По крайней мере, такое происходит каждый раз после непогоды на Осаке и Каля-Ешулур. Люди говорят, что сети неисправны, а вода доходит до колен. В Главном управлении общественного транспорта заявляют, что некоторые водосливы неисправны и могут быть отремонтированы в ближайшее время. Ливневки на улице Георгия Осаки в районе телецентра сейчас больше напоминают клумбы для растений, а не систему канализации, предназначенную для быстрого отвода атмосферных осадков. Люди, живущие поблизости, говорят, что их не чистили как минимум год. По их мнению, сеть уже не работает. Видел, там растет уже трава. И что вы об этом думаете? Ничего в этом хорошего нет. Их надо чистить, открывать. Думаю, оставили на произвол судьбы. Когда идет дождь, все в грязи. Катастрофа какая-то. Это далеко не единственная проблемная улица в Кишиневе. На улице Каля-Ешулур ливневые канализации наполовину заполнены грязью. Кроме того, для того, чтобы накопленная после дождя вода легче проходила, некоторые решетки приподняли. Так и остались в таком положении. И на улице Иона-Прункул люки ливневок забиты листьями и гравием, принесенные дождевой водой. Я даже в городе видела, как выбивает вода люки наверх, потому что не успевает проходить. У нас вообще город не построен для того, чтобы было много машин, много люков и много всего. Некоторые водители признались нам, что во времени погоды предпочитают оставлять машины дома или избегают улицы, которые точно затопит сильный дождь. Я последний дождь, когда был, не испытывал особо проблем, потому что я не выезжал на улицы, которые были потоплены. Я работал по верхам. Начальник главного управления общественного транспорта Виталий Михалаки говорит, знает о том, что некоторые сети неисправны и нуждаются в ремонте. В ближайшее время их планируют восстанавливать. Дождевые сети постоянно чистятся, особенно на центральных улицах. У нас бывают ситуации, когда на некоторых участках забиты люки или ранее проводились там работы. В итоге скопился строительный мусор или отходы. Все работы постоянно выполняются Эксдрупа. По словам Михалаки, МУН предприятие Эксдрупа ежегодно тратит около 30 миллионов леев на содержание и очистку ливневок, через которые проходит поток воды после дождя.